Девочка-пай Девочка-пай Я столько раз снимала и надевала шляпу, что у меня стучит в висках. Будь у меня вместо зеркала, дорогая. Ты думаешь, вуаль, это слишком? Мама, ты выглядишь великолепно. Как всегда. Твоему отцу нравилось, когда я носила шляпу. Это было как игра. Я помню, в медовый месяц мы старались удивить друг друга экзотическими головными уборами, купленными в городах, по которым мы путешествовали. А это? Это память о том времени, когда твой отец увлекался Индианой и Джонсом. Каким-то образом он сумел увлечь меня в круиз по Амазонке. Мы остались без пищи, которую взяли с собой. Мы неслись по порогам. А потом спали на импровизированной кровати из веток и листьев и ели тушеного аллигатора при свете фонарика. Потом я жила в четырехзвездочных отелях, ела пищу, достойную королей, и все было по первому классу, но я поменяла бы всю эту роскошь на путешествие под джунглем с Лайнелом. Это было великолепно. Что ни день, то приключение. Это было... очень давно. Ну? Не буду задерживаться. Не могу заставлять ждать Си-Си. Не хочется оставлять тебя одну. Ничего страшного. Ладно. Я буду разбирать папину вещи. Дорогая, не перетрудись. Ты очень устала с дороги. Ты бледная, пухшая. Ты всегда с трудом переносила дорогу. Я хорошо себя чувствую. Я ненадолго. Я только забегу и передам то, что завещал Лайнел. Хорошо бы узнать, что это. Мама! Не бойся, я не буду ссориться. Отец любил сюрпризы. Не буду портить сюрприз. Если тебе понадобится, что-нибудь звони. У меня есть ключи. Передавай от меня привет. Хорошо. У тебя нет ключей? Действительно, у меня их нет, но если... Упс. Извините, я не думала, что это вы. Я чуть не сказал то же самое. Кто вы? Лейкин. Лейкин Локридж. Не открывай шторы, Альфред. Спасибо. Что тебя расстроило? Ничто. Кто? Мэйсон исчез. Не понимаю. Какая разница? Столько времени еще впереди. Впереди. Не у меня. Мы и так потеряли много времени. Принеси мне нужный кейс. Но я думал... Альфред, пожалуйста, делай, что я говорю. Ладно? Мне надо закончить кое-какие дела. Привет, пап. Привет, котенок. Что там интересного? Все то же. О Прессмане. Посмотри сама. Осужденный за убийство Фрэнк Прессман сегодня вышел из тюрьмы Сент-Квентин после 20 лет заключения. В качестве причины снятия обвинения и отмены смертного приговора представитель Центральной прокуратуры привел новое доказательство, предоставленное анонимным свидетелем. Что же за доказательства? Кто же этот свидетель? Я думаю, тут четыре варианта. У меня много вариантов, дорогая. Я устал от них. Надо надеяться, полиция выяснит, кто преступник, и мы вернемся к нормальной жизни. Чем скорее, тем лучше. Да. Я пойду в кабинет, продолжу работу. А ты... Не видела Майсона, не говорила с ним? Не сегодня, а что... Мы должны были встретиться с ним. Может, я забыл. Джулия сказала, он уехал из города. Хотя, может быть, он вернулся. Может быть, ты говорила с ним, или он тебе что-нибудь говорил. Нет? Ни слова. А что, Джулия не знает? На самом деле, я не спросил, я упустил из виду. Это не так важно. Я буду в кабинете. Я открою. Что тебе надо? Нет, нет, забудь, я просила. Иди к черту. Для вас, леди, я пойду к черту, к Богу и куда пошлете. Только через пять минут. Конец короткой неудачной карьеры Джины Тиммонс. Официантки. В форме вечный отдых. Если это журнал, бросьте под дверь. Мне жаль тебя разочаровывать. Привет, Банни, входи. Как раз вовремя, в церемонии. Как ты думаешь, мне это лучше закопать или сжечь? Джина, я не знаю. Управление по охране окружающей среды ввело очень строгие правила уничтожения плеестера. Почему бы тебе не отправить его обратно к Холуи? Зачем тратить деньги? Почтовые расходы. И, кроме того, с меня уже вычли стоимость формы. Я не знаю, слышал ты или нет, но наши пути с Холуи окончательно разошлись. Последний раз я очень неудачно схитрила. Я слышал. Хорошие новости расходятся быстро. Я прижимал ухо к земле, а еще я случайно слышал, что говорил тебе твой новый приятель в логове. Мистер Барк Тавиат не мой новый приятель, понятно? Ладно, приятель, неприятель. Когда-то я совал свой нос, чужие дела, Джина. Послушай, что все это значит? Я расширяю меню в логове и хочу узнать твое мнение насчет некоторых блюд. Я надеюсь, ты принес мексикан? А мариаки не так хорошо подходят к каноле. Что с этими парнями? Долго это будет продолжаться? Потише! Пока они уйдут на работу. Они работают в маленьком буфете на Пятой Авеню. Иногда подрабатывают в баре Мид Става. Итак, Банни, что это за пакет? И не выдумывай про новое меню. Почему? Ведь друг может помочь другу. Когда ты начинаешь приносить вино и чеснок, я чувствую, ты что-то задумал. Знаешь, ты очень подозрительная женщина, Джина Тиммонс. А что, если у меня действительно есть мысль? Я знала, это какая? Что за мысль? Я хотел сказать тебе, где ты между Руфин и Рейзотто... Ладно, наступили трудные времена, ты потеряла работу. Не беспокойся о работе. Я всегда думал, что ты слишком хороша, чтобы работать дешевой закусочной. Ладно, ладно, что на сладкое? Хорошо. Хорошо. Я только... Знаешь... Я надеялся, чтобы свести концы с концами. Может, ты примешь мое предложение и будешь работать кем захочешь в моем замечательном заведении. Прекрасно. Когда приступаю? Видишь ли, Джина, в прошлый раз ты меня отшила из гордости, а гордостью не заплатишь по счетам. Ею сытанье будешь. Ты не можешь жить всю жизнь, оглядываясь на Кэббалов. Банни! Что? Банни! Мирись, Джина! Ты что, оглох? Я сказала, да. Я сказала, окей. Я сказала, я согласна. Ты согласна? Я согласна, Банни. Что с тобой? Ты так быстро согласилась, что я остолбенел. Я скажу тебе прямо. Ты будешь работать у меня. И пусть тебя не заботит, что об этом думает София Лисиси. Конечно, я не могу не считаться с тем, что они думают. Но это только пока они думают, что я думаю. Уловил? Уловил, мне кажется. Меня зовут Мэк Блейк. Мистер Блейк, мама не дома, и время совсем неподходящее. Я знаю. Я был с ней, когда она узнала об этом. Ей повезло. Я пришел только за тем, чтобы ее немного утешить. Если не возражаешь, я войду. Хорошо, заходите. Мама только что отправилась к Кэпвеллам. Кэпвеллам? Я надеюсь, она собралась с духом. С другой стороны, они тоже должны были подготовиться. Это папина последняя просьба. Понятно. Он, вероятно, был настоящим человеком. По крайней мере, твоя мать его так описывает. Мама склонна к преувеличениям, как вы, конечно, знаете. Но, что касается моего отца, это один из редких случаев, когда легенда похожа на реальность. Вы были очень привязаны друг к другу? Да, когда я была девочкой, я думала, что солнце всходит и заходит только потому, что в мире есть он. А потом? Потом я любила его еще больше. С годами он не падал в моих глазах. Он, как хорошее марочное вино, становился только лучше. Замечательно, когда можно сказать такое о человеке. Я была очень счастлива. Посмотрите, я помню, когда была сделана эта фотография. Но, может быть, вы видели все их раньше. Нет, никогда. Твоя мама вытащила их и думала, что они будут кстати. Милая мама, она тоже любила отца, но своей особой любовью. Что ж, все люди разные. Сколько тебе здесь лет? Примерно 13-14? 12. Я помню потому, что это был мой день рождения. Папа сказал мне, что мы можем поехать праздновать, куда я захочу. Мы сели на самолет и приземлились в Париже, как раз во время обеда. Только мы вдвоем. Верхушка Эйфелевой башни. Я в своем первом взрослом платье. Первый глоток шампанского. И он подарил мне это. На память. У тебя прекрасные воспоминания. Да. Но они не заменят папиных рук, которые обнимали меня и подбрасывали вверх, чтобы тут же поймать. В детстве трудно себе представить, что жизнь не всегда будет такой, какой была прежде. Я думаю, все на свете меняется. Ты, должно быть, долго собирался с духом, чтобы прийти сюда. Еще труднее сюда не приходить. И я не выдержал. Я не могу оставить все между нами так, как есть. Между нами? Ты не можешь так говорить, понимаешь? Прости меня, может, я не права, но что может быть у меня общего с людьми, которые обвиняют в убийстве членов моей семьи? Знаю, это ошибка. Я пытаюсь объяснить тебе это. Да, большая моя ошибка. Зачем я позволила тебе подружиться со мной? И ты дурак, если думаешь, что я буду тебя слушать. Даже про Мэйсона? Да, даже про него. Что с Мэйсоном? Я не буду вдаваться в детали, но я попытался спасти положение. Эли, кто там? Ты... Видишь, сейчас говорить невозможно. Мне есть, что тебе сказать. Встретимся на побережье. Я жду тебя. Что такое? Спрашивали, как пройти. Я думаю, это Августа. Она сказала, что заглянет сегодня утром. Да ладно. Алло. Си-си, это Дарак. Алло, что тебе надо? Я хочу все объяснить, если это еще не поздно. Можно я приду поговорить с тобой? Мне тоже. Надо кое-что сказать тебе. Я даю тебе 10 минут. 10 минут. Подписывайтесь на канал. Поехали. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Мой старый добрый друг Извините, я не хотела мучить вас своими воспоминаниями Видишь ли, тебе незачем извиняться Не надо стесняться, если любишь кого-нибудь Ну, правда же Мне кажется, несколько нескромно Выставлять свои чувства на показ, как обычно делает моя мама Хотя мне тоже иногда хочется похвастаться Все нормально Итак, как вы познакомились с моей матерью? Мы встретились в клубе Поло Мы оба любим Поло И многое другое Я честно могу сказать, что никогда не встречал такой женщины, как она Я знаю, что вы имеете в виду Когда я приводила домой своих школьных друзей, у них захватывало дух Мама проплывала по комнате, оставляя за собой запах дорогих духов и море разбитых сердец До ума она производит впечатление на многих Хорошо, что нам уже не 16 Простите мое любопытство Я не буду вмешиваться в ваши отношения с мамой Наши отношения с твоей матерью все равно, что катание по волнам у берега Вверх, вверх, вниз, вниз И какое-то опьянение в промежутках Но потом Не жалеешь об этом Я философствую, как могу Видишь Я отнял у тебя много времени Еще увидимся Приятно было познакомиться Вы можете остаться и подождать ее, если хотите По правде говоря, я проголодался и хотел пригласить ее пообедать Но раз ее нет, она не пойдет Может быть, ты пойдешь со мной? Уже пора поесть? Да, конечно Ты, наверное, проголодалась, а я знаю чудное местечко на побережье Тебе понравится, пойдем Хорошо Подождите немножко, я соберусь Ладно Хочешь еще хлеба? Салата? Да, спасибо Клади сюда Давай все, что осталось Спасибо Хочешь макарон? Если только чуть-чуть Вот Жуй, жуй, жуй Джина, можно я спрошу тебя кое о чем? Когда ты в последний раз ела приличную еду? Ты имеешь в виду что-нибудь кроме веточек и ягодок, которыми питается маг? И помоев, которые дают на обед у Хоуи? Даже не помню Ты иногда можешь мне готовить А я смогу питаться на работе? Если не съешь абсолютно все Ты поела? Стой, стой, стой Смотри, ты забыл эти кусочки на тарелке Забавно Это на десерт? Десерт? Надо же, я с тобой разорюсь Представляешь, я В долговой тюрьме А ты весишь 300 килограммов Я думала, итальянцы любят полных женщин Полных, но не слишком Банни, а я буду тебе нравиться Красное в розовую крапинку Да, даже такая, как ты говоришь Чем же я заслужила это? Прекрасная еда Новая работа Ну, мы же друзья Ты был мне больше, чем друг Мне и Брэндону Джина Хочешь, я буду твоей доброй феей? Загадай три желания Говори Ну, во-первых, я хочу, чтобы Брэндон был счастлив Раз будет исполнено, во-вторых Ну, я уже получила работу Я буду официанткой в логове А третье? Третье желание Может быть, остановимся на первом? Если все пойдет так, как я думаю Остальные мне не нужны Время идет У тебя 10 минут Выкладывай, зачем пришел А потом убирайся Я недолго Я пришел извиниться Неужели? Я понимаю, ты вне себя На твоем месте я даже не пустил бы меня на порог И не стал бы со мной разговаривать У тебя 10 минут Видишь ли это обвинение, которое сделали мы четвером Я, Стивен, Крэйг Итон Мы были неправы В вашей семье появилось столько проблем Но я хочу тебе сказать, Сиси Мы этого не хотели Вы же с самого начала Точно знали, чего хотели Вы подружились с нами Вы обманули наше доверие Вы хотели поставить нашу семью на колени Это было вашим желанием Да? На самом деле мы хотели только правды Правды о том, что случилось с Кэсси Теперь вы ее узнаете Во всяком случае, Сиси Невинный человек Теперь не умрет в газовой камере За преступление, которого не совершал Потом я... Я не думал, что это зайдет так далеко И заденет столько судеб Скажи мне, чего ты хочешь, Дерек? Думаю, бесполезно просить прощения Что сделано, того не вернешь Сиси, могу ли я как-то загладить свою вину? Если бы ты мог Я не дала тебе такой возможности Я надеюсь, ты не спишь по ночам Надеюсь, что твоя совесть Или что там у тебя есть Все время мучает тебя Кроме того, единственное О чем Я тебя прошу, чтобы я тебя больше не видел И будь подальше от моей семьи Я ясно выражаюсь, да? Абсолютно Но прежде чем я это сделаю Я хочу извиниться перед Мэйсоном Не думаю, что это его заинтересует А кроме того, его нет в городе Скажите, где я могу с ним встретиться? Я понятия не имею Если бы и знал, встречи с тобой Я не пожелал бы и врагу Поэтому сам понимаю, что тебе делать со своими извинениями Убирайся, пока я не выкинул тебя Субтитры сделал DimaTorzok Ты ждешь кого-то? Или просто убиваешь время? Знаешь, меня всегда интересовало Как работает мозг преступника Например, это желание прийти на место преступления Даже с риском быть пойман Не тут ли было укромное местечко В котором ты прятал ворованные вещи Чтобы остальные не знали об этом? Не знаю, о чем ты говоришь Думаю, знаешь, Крэйк Думаю, ты прячешь что-то Или кого-то То, что ты сюда приходишь Выдает тебе с головой Поэтому почему бы тебе не признаться? В чем? У тебя богатая фантазия Я хочу знать все Об исчезновении Мэйсона Кэббела Котенок Где ты? О чем ты Здесь думаешь? Я думаю Что было бы, если бы не было Дерека и его друзей? Сегодня утром он приходил извиняться Можешь себе представить Может быть, на этом все и закончится, милая Если бы эта банда считала, что кто-то из нас Убил бедную девочку Они уже предприняли бы Что-нибудь Как ты думаешь? Я надеюсь, ты прав Если это Августа Я думаю, это она Я буду идти очень медленно Чтобы ты успела спрятаться Нет, я останусь здесь Хочу развлечься Он медленно повернулся И шаг за шагом Августа, входи Входи Си-си Августом Келли Прими соболезнования Я не могу в это поверить Как это мир существует Без Лайнела Си-си Послушай А что ты сделал с домом? Маленькую реставрацию Все как прежде Если бы можно было вернуться К той безмятежной жизни Это будет воспоминание Это подарок для Софии Как это мило Кстати, о подарках Я выполняю последнее Желание Лайнела Он хотел оставить это тебе Ну, открой Открывай Не тикает Си-си Я думаю, это недостойное замечание Даже для тебя Я не так хорошо воспитан Как ты Августа Лайнов не стеснялся Своих чувств По моей жене пока был жив Будь я проклят Если буду убиваться по нему Безусловно, он мог посмеяться Над нами напоследок Взорвать нас всех Ко всем чертям Было бы жаль Деревянную коробочку Может быть, я должен отнести ее Не беспокойся, я ухожу У меня нет ни времени Ни настроения Выслушивать ваш черный юмор Когда придет твое время А я думаю, к счастью Для вашей семьи Это будет очень не скоро Я надеюсь, что тебе воздадут Такие же почести Как ты Лайнов Августа, подожди минутку Не беспокойся, я знаю, где дверь Я извещу вас Когда будут поминки Приходите Если не поедете на пикник Не знаю, плакать или хлопать в ладоши Надо сказать Августе доступно немного Но этим немногим Она пользуется очень умело Ну давай откроем Посмотрим, что Лайнов Оставил мне в наследство Это письмо? Мне? Я думаю, да Написано Си Си Кэппелу Дорогой Си Си Сейчас, когда ты читаешь это письмо Но наступило время забыть и простить Пусть в наследстве, которое мы оставим нашим детям и внукам Не будет гнева и мелочности Которыми были омрачены все годы нашего знакомства Этот маленький подарок Залог моей искренности Давай не будем бередить старые Старые раны Я не хочу и не буду делать это Лайнов После долгого времени положение разъяснилось Короткое письмо Простейший жест Интересно, что его заставило так долго ждать Удивляясь, почему мы все так медлим Папа, я Я вспомнила, я должна быть сейчас в другом месте Прямо сейчас? Да, я скоро вернусь Может быть, твои наемные похитители уволокли его куда-нибудь Если бы это случилось, я бы знал Может быть, Мейсон поумнел и где-то прячется Вопрос в том Как это пришло Мейсену в голову? Крейг, как ты думаешь, может, кто-нибудь предупредил его и предложил затаиться на время? Возможно Почему ты спрашиваешь меня? Потому что ты слаба, Крейг Несмотря на наши предупреждения Ты позволил своим чувствам Келли затмить свой рассудок, поставив под угрозу наше общее дело То, что я сделал или не сделал Не имеет никакого отношения к Келли Вот, девочка была убита Еще одна жизнь разрушена, а третья висит на волоске Кто же следующий? Ну, ответь мне Я? Ты наймешь кого-нибудь, чтобы вывести меня из игры? Все можно организовать Что же, ты парень не промах Не попадайся мне на пути, Крейг На свете есть вещи худшие, чем смерть Например, каждый день просыпаться В тюремных стенах всю оставшуюся жизнь Я и это могу организовать Поэтому, если тебе дорога твоя драгоценная свобода Уйди с моего пути Субтитры создавал DimaTorzok Письмо Клайнову От Софии 30 лет Это долгий срок для того, чтобы сдерживать чувства Видишь, Лайнел, я трусиха Я взяла перо И бумагу, чтобы написать тебе то, что не решилась Сказать, глядя тебе в глаза Я не хочу обидеть тебя Но нет легкого пути для расставания Ты, должно быть, уже догадался, что происходит В моем сердце После многих сердечных мук я поняла, что Люблю не тебя, Сиси Думаю Я любил его с самого начала и буду любить до конца Я не смею просить у тебя прощения за всю ту боль Которую я тебе причинил и которую Ты причинил мне Очень прошу тебя, постарайся понять, что мое сердце И моя жизнь принадлежит Сиси Я желаю тебе любви и счастья, которых ты достоин После стольких лет Дорогой Сиси Я надеюсь, что чтение этого письма положит конец последним сомнениям в преданности Софии Она меня никогда не любила Она всегда любила только тебя Так тебе и надо, Лайонел Несчастный ублюдок Я хотела заплатить за обед Я ведь, в конце концов, все время говорила Мне было очень приятно Я с удовольствием слушал У тебя такая интересная жизнь Это влияние моего отца Я не знаю никого, кто так умел бы жить Он не терял ни одного дня Хорошо Когда это получается Иногда мне кажется, что я его жалкое подобие Знаешь, он ничего не говорил, но я думаю, он не одобрял мое желание стать актрисой Остановись Ты будешь влиять на людей, будешь заводить знакомства Вот что важно Нет Я думаю, пока сама не поверишь в себя Папа обычно цитировал Марка Твена, чтобы предостеречь меня Он обычно говорил Слава, туман, популярность, случайность Прочно, только забвение Это унизительно По-моему, он прав Да Спасибо, Мэг За что? За то, что пригласил пообедать и что слушал мою сбивчивую речь Мне было приятно А потом я буду говорить о своей жизни Я согласна Хорошо Смотри, тебе надо отдохнуть Скажи Августе, что я приходил Что сказать? Сказать тебе, дорогая, что у тебя такая чудесная дочь И поблагодарить тебя за то, что она пообедала со мной Жаль, что ты не смогла к нам присоединиться И мне жаль Жаль, что ты не можешь остаться Знаешь, Лейкин действительно утомлена поездкой И ей надо беречь силы Я как раз уходил Августа Еще раз спасибо, Лейкин Вот цветы Они для тебя Поговорим завтра Разве они не прекрасны? Мэг всегда делает что-нибудь приятное Так о чем вы говорили, пока меня не было? В основном о папе Как твой визит к Сиси? Хорошо Он передает привет Мне? Интересно было бы увидеть его снова Правда, мне хочется встретиться с очень многими людьми Лейкин, скажи мне Как долго ты пробудешь в Санта-Барбаре? Еще один замок повержен Я не думал, что ты появишься Я тоже Почему ты пришла? Не все ли равно? Я подумала, по крайней мере, послушаю, что ты мне скажешь Я не знаю, что ты от меня хочешь, Крейг Я имею в виду, я спокойно наблюдаю, как ты переворачиваешь мою жизнь и жизнь моей семьи Ты оскорбляешь людей, которых я люблю И меня Милая, мне так неприятно Мне еще больше Извинений тут недостаточно Келли Келли Если бы я знал, когда принимал участие в этом деле Во что оно выльется Как изменится отношение ко мне, твоей семьи И твое Запоздалое, Расканье Не изменишь того, что произошло Я могу доказать тебе, что я изменился Не думаю Есть один способ, Келли Это Я пошел тогда в центральную прокуратуру Я дал показания, по которым осудили Прайсмана Я обрек его на смерть Как же? Крейг Как ты мог сделать что-то подобное? Он же был невиновен Никто не знал, что он был невиновен То есть мы были убеждены, что он убил Кэсси, но никто не мог это доказать А справедливость В глазах 12-летнего мальчика очень жестоко Со временем я понял, что ошибся Но было слишком поздно Я все время мучился Не надо, пожалуйста, не надо Если бы Если бы ты не появился в моей жизни Я бы не смог посмотреть правде в глаза Понять, что я сделал, и исправить это Келли Какой я есть Каким я хочу быть Каким Все ты Все для меня ты Что случилось? Я пропустил вечеринку? Нет, были только я и Бани Он приготовил несколько итальянских блюд Хочешь стаканчик вина? Спасибо, дорогая Ну так За что я пью? За выгодную работу Бани предложил мне работать официанткой в логове И я согласилась Кажется, ты не очень рада Торговать напитками в разнос по два бакса за штуку Тут нечем хвастаться Я бы хотела, чтобы Брэндон оставался в блаженном неведении О чем ты говоришь? Брэндон свои 12 лет умен как в 40 Он сможет пережить это Но я не смогу Ты думаешь, мне хочется появляться на собрании Общества учителей и родителей Когда половина отцов узнает меня Сквозь поры алкоголя Конечно Сразу становится ясно, что ты достиг самого дна С каких это пор тебя заботят, что про тебя скажут? С тех пор, как я воспитываю сына Я достаточно старомодна и хочу сделать для него как лучше После долгих размышлений я решила пойти на большую жертву И разрешить ему переехать к Кэпвеллам на остаток лета Ты с ума сошла? Но ведь ты сам все время говоришь, что этот трейлер слишком мал для всех нас И потом Брэндон до пожара привык к определенному стилю жизни Почему он должен жертвовать ради меня? Эй, Джина Это я, Мэг Ты со мной говоришь, я тебе не верю Что это ты придумала? Ничего Просто я хочу, чтобы сыну было лучше Да, действительно, я собиралась остаться ненадолго после поминок У меня нет срочных дел в Нью-Йорке Как я рада Ты сможешь съездить в Лос-Анджелес, посмотреть, что там творится У нас будет много времени поговорить об этом Я должна заняться организацией папиных поминок Бедный Лайнел Так вот, чем все закончилось Ну, если я тебе не угодила в этой жизни Я тебе устрою потрясающие проводы в другую Тут только одна проблема Что же мне надеть? Нет, нет, я не хочу этого Мне так много непонятно Дома ты сказал про Мэйсона и про исправление чего-то Что это значит? Мэйсон Я только хотел сказать тебе, что я искал Мэйсона, чтобы ему все объяснить И извиниться, как перед тобой А как насчет твоих друзей? Они перестанут выдвигать обвинения? Даю слово Чего оно стоит? Ладно, я это заслужил Я думаю, тебе больше нечего сказать Я ухожу Можно я тебя провожу? Нет, спасибо Я хочу пойти одна Вернемся к последнему заданию Скорее, к его отмене Я затеял спектакль, Альфред И он посвящается Кэсси Автор сценария Бриджит Добсон, Джером Добсон Режиссер Питер Бринкерхоф На русский язык фильм озвучен студией Микс Медиа по заказу российского телевидения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин